Сегодня воскресенье, 29 ноября, в эфире «Реальные итоги». Давайте подытожим прошедшую неделю. На прошлой неделе внимание общественности было, конечно, привлечено прежде всего к Соединённым Штатам Америки и к тем юридическим и подковёрным играм, которые там происходят. Но в это время Западную Европу сотрясали беспорядки, прежде всего во Франции и в Польше. Во Франции поводом для массовых беспорядков послужило принятие 24-й статьи законопроекта о глобальной безопасности, касающейся фото- и видеосъёмки полицейских и жандармов. Ну, то есть там прямо запрещено снимать силовиков во время исполнения служебных обязанностей. И это вызвало бурные протесты. Мирная акция переросла в беспорядки. Протестующие стали забрасывать стражей порядка петардами и фейерверками, а также поджигать мусорные баки. Сожжены несколько машин, был применён слезоточивый газ. А в это же время в Польше случились беспорядки. Они длятся уже больше месяца, нужно сказать. И основным поводом для них послужило законодательство об ужесточении абортов. Нужно сказать, что лозунг этих манифестаций, «Моё тело, моё дело» в Польше снова протестовали женщины. Ну, мы знаем, что женщины очень часто используются разными ивент-агентствами для того, чтобы на камеру, на картинку показать, что это типа мнение людей с Земли. Нужно объяснить несколько моментов, связанных с беспорядками в Польше. Польша вообще достаточно консервативная, традиционная страна, у которой, несмотря на то, что весь Запад как бы расслевается с точки зрения семейных отношений, Польша придерживается традиционных взглядов на семью вообще. И в связи с тем, что 21 октября Папа Франциск сделал заявление, которое по факту благословляет гомосексуальные браки, это вызвало большой раскол в католицизме. Это фактически цивилизационная проблема. И для того, чтобы Польшу, как страну, которая придерживается традиционных семейных ценностей, замылить вот это событие, связанное с Ватиканом как инструментом глобального управления, было организовано вот это дело, связанное с абортами, для того, чтобы впротивопоставить традиционные семейные ценности польского общества. Ценностям молодого поколения, выросшего при либеральных порядках, это рожденные в 80-е, 90-е и 2000-е годы молодые люди, которые выросли в сытые времена, во время разграбления Советского Союза. А мы же понимаем, что в это время Запад жил очень сытно и хорошо. И эти люди, конечно же, воспитаны либеральными речевками об индивидуализме, о том, что никто не имеет права посягать на их потомство, на их взгляды, на их... Ну, жёсткий индивидуализм. И вот этот жёсткий индивидуализм при помощи специальных ивент-агентств, которые организуют такие беспорядки, начал замыливать, замаскировывать цивилизационный раскол в католицизме и в западном мире вообще, связанный с тем, что сказал Папа Римский. В любом случае, если посмотреть на эту ситуацию во Франции и в Польше со стороны, то возникает ощущение, что некие акционеры этих ивент-агентств, организовывающих беспорядки, они как бы накидывают правительствам Франции и Польши ну, дело, чем заниматься. То есть, поскольку речь идёт о каком-то надстрановом уровне управления беспорядками, то в данном случае эти беспорядки, естественно, понижают устойчивость управления Франции и Польши. А если вспомнить, что в 2011 году сказал бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама о том, что на территории Европы будут новые страны и народы, и этот процесс перехода к новым странам и народам, он займёт буквально несколько десятилетий, то, в принципе, это всё можно увязать вместе и посмотреть, к чему это может привести. На прошлой неделе произошло два знаковых события в отношении Юлии Владимировны Тимошенко на Украине. Ну, во-первых, партию Тимошенко лишили государственных денег. Партия Батьковщина лишена по решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, НАПК. Выплата приостановлена на четвёртый квартал. Обвиняется партия в отсутствии отчёта одного из городских отделений, отсутствии сведений о наличии финансовых обязательств, несоответствия дохода доноров, размера и взносов. Первое, это первое подобное решение, вынесенное этой новой силовой структурой. И нужно сказать, что на прошлой неделе у Юлии Владимировны был юбилей, ей исполнилось 60 лет. А Юлию Владимировну поздравляли все топы украинской политики и бизнеса. Ахметов, Коломойский также были там. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Зеленский также были там. Ну, в смысле, поздравляли. На праздновании у ЮВТ будут только самые близкие люди. Как всегда, во время празднования обговорят самые актуальные кейсы, по которым сейчас идёт торг. Вот это создание давления в отношении чрезвычайно влиятельного политика в Украине. И, естественно, Юлия Владимировна, этот человек, который давление против себя, конечно же, выдержит и, возможно, ответит ответным давлением, всё это указывает на повышение градуса внутриполитической ситуации. И, что самое интересное, мы, похоже, находимся на пороге больших внутриполитических изменений на Украине. Как это будет развиваться дальше, давайте посмотрим. Но я рассматриваю вот эти два события исключительно в части, касающейся повышения напряжения внутри Украины. Локдаун, карантин, внутриполитическое вот это вакханалие и давление на Юлию Владимировну. А Юлия Владимировна всегда была драйвером всех изменений в украинской политике. Несколько дней назад я записал видео об аресте Олега Маркова, родного брата Игоря Маркова, члена Комитета спасения Украины. Олегу Маркову, напомню, предъявили обвинение в контрабанде золотых изделий через границу Российской Федерации. И вот эта история получила продолжение. МВД России возбудило дело о хранении оружия в отношении украинского экс-депутата. В московской квартире арестованного по делу о контрабанде скифского золота украинского экс-депутата Олега Маркова изъяли пистолет и магазин с тремя патронами правоохранительных органов со свинцовым сердечником, передает издание «Знакком». Эксперты установили, что изъятое оружие было изготовлено на заводе, и боеприпасы к нему также изготовлены на Тульском оружейном заводе и пригодны для стрельбы. МВД возбудило уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Маркову предъявили обвинение. Мне после первого видео задали вопрос «Таран, а зачем ты подсвечиваешь вот эти события, связанные с политэмиграцией из Украины?» Я должен сказать, что меня интересуют любые вопросы, касающиеся Украины с точки зрения политических игроков, с точки зрения тех сил, которые, в принципе, могут что-то изменить на Украине. Отсюда интерес к политэмиграции. Но нужно сказать, что я не первый, не сам это всё поднимаю. Об этом сказал сайт «Украина.ру». Это тоже сайт политической эмиграции Украины. И, собственно говоря, по порядку наступления событий сначала появилась вот эта вот заметка. Но должен сказать, что этот вопрос и вопрос о том, какие последствия вот эта история с Олегом Марковым может иметь для Комитета спасения Украины, для политической фигуры Николая Яновича Азарова, для Владимира Николаевича Олейника. Это политические тяжеловесы с Украины. И, в общем-то, Олег Марков вроде бы к ним такого прямого отношения не имеет. Однако во всех сообщениях их связывают вместе. И вот каковы последствия для Комитета спасения Украины, ввиду сложившихся обстоятельств, этот вопрос интересует на самом деле достаточно многих людей. И, естественно, я подумал, а кому бы этот вопрос можно было бы адресовать. И я вспомнил о том, что Владимир Громов, украинский политик и силовик, гражданин Украины, тоже имеет отношение ко всем этим вопросам. В том смысле, что он наверняка тоже интересуется этими вопросами. И по сложившейся уже традиции я адресовал эти вопросы ему и получил на них письменные ответы. Мне могут возразить, ну какой Громов политик? Политики – это те, которые выступают в парламенте. Политики – это те, которые выступают на ток-шоу. Политики – те, кто делает политические заявления. Ну и так далее, и так далее. Я вам скажу, что согласно моих представлений о политике, политики бывают двух типов. Вот если представить шахматную доску, то по доске ходят фигуры. А этими фигурами двигают игроки. Точно так же и в политике. Есть внешние публичные фигуры. И есть не внешние, как бы внутренние, теневые игроки. Так вот, по моему мнению, Владимир Громов относится как раз к таким. Вопрос. Владимир, как на ваш взгляд отразится ситуация с арестом Олега Маркова на имидже Комитета спасения Украины? И почему в России начаты активные мероприятия по зачистке криминалов политики, в том числе в политимигрантских кругах Украины? Громов. Дмитрий, вы несколько преувеличиваете мои аналитические способности и уровень моей осведомленности. Ну, я считаю, что не преувеличивают. Я полагаю, продолжает Громов, что фактурная часть задержания лежит в компетенции МВД. Ведь и контрабанда изделий с киевского золота, и хранение оружия и боеприпасов – это уголовно наказуемое преступление, и это штатная работа силовиков. Но это понятно. Что касается репутационных потерь для КСУ, то они, безусловно, велики, так как Олег Марков, Игорь Марков – это одна семья, и они равноприближенные к экс-регионалам в виде Азарова и Олейника. А это серьезные имиджевые потери как для руководства КСУ, так и группы обеспечения этого проекта. Я полагаю, что теперь у силовиков появятся более веские основания присмотреться к безбедной жизни украинских политэмигрантов, да еще и в условиях очистки российского политикума в целом. Полагаю, что это часть системной работы, в том числе и сотрудников ведомства глубокого бурения. Надо будет спросить, что такое ведомство глубокого бурения. Какие дальнейшие шаги у силовиков? На мой взгляд, ни для кого не секрет наличие факта тесного общения руководства КСУ с Курченко. У меня на канале есть несколько видео, посвященных ЛНР, угольной реформе, Курченко и всех схем, связанных с контрабасом и торговлей углем. В принципе, понятно, о чем идет речь. И аффилированной с ним группой. И я полагаю, что вслед за выявлением уголовных преступлений среди украинских политэлит в Российской Федерации последуют и разоблачения в коррупции и экономических преступлениях. Ведь разграбление Донбасса тесно связано с влиянием этих политсил на общую ситуацию на Донбассе и тесные контакты по схемам с украинской стороной в успешной контрабандной торговле углем, ГСМ и другими стратегическими ресурсами. Но это уже отдельная тема. Если я правильно понимаю эти слова Громова, а судя по этому ответу он не такой уж и многословный, то история с Олегом Марковым – это даже не просто КСУ, не просто политэмиграция, а это еще и экономические схемы, завязанные Украина, Донбасс и Россия. Если я ничего не путаю. Но вы меня поправьте в комментариях, если я в чем-то не прав. Если еще допустить конспирологическую версию возвращения Азарова в Украину в свете его повышенной активности на украинских ТВ, с тщательно выстраиваемой конструкцией, что при Азарове украинцам жилось намного лучше, то текущее задержание должны пробудить у народа Украины реальное понимание, что является собой бывшая и нынешняя политическая система Украины, и что политики заточены только под разграбление государства и народа, и ничего хорошего для обычных людей они сделать не способны. Ну да, ну да, ну да. Азарова, конечно, люди уважают, потому что ни в чем таком особом он замечен публично не был. Но в целом, если вокруг него такие люди, то, конечно, это серьезнейшее понижение. Это уже, думаю, я по ходу того, что прочитал. Ну вот такое вот мнение Громова. Напишите, что вы думаете обо всех произошедших событиях и о том, какое влияние арест и обвинения против Олега Маркова могут иметь в отношении Комитета спасения Украины. Что касается ситуации в Соединенных Штатах Америки и подготовки, собственно говоря, к ключевой дате 14 декабря, напомню, 14 декабря выборщики будут голосовать за президента, то на прошедшей неделе прошло несколько выступлений Байдена и Трампа, и Трамп заявил, что он четко видит свой путь к победе. То есть, несмотря на все маневры, связанные с тем, что вроде бы начали подготовку к передаче власти, несмотря на все заявления всех, без исключения СМИ, что Байден вступает в должность чуть ли не таким вот образом, при этом не обращая внимания на то, что, например, российский президент никого еще с избранием не поздравлял, обосновывая это тем, что юридических оснований для этого нет. Так вот, на прошлой неделе Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Майкл Флинн был обвинен в даче ложных показаний ФБР, и это связано в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Вы, может быть, помните все эти события. На самом деле, Майкл Флинн – это верный человек Трампа, и он уже дал пресс-конференцию, на которой тоже подтвердил, что Трамп идет к победе. Я не буду загадывать, как я уже и говорил в предыдущих выпусках, о том, кто, собственно говоря, станет президентом. Дело ведь на самом деле не в этом. Если посмотреть на исход этой шахматной партии, или партии в бридж, или партии в покер, то важно даже не то, какая персона будет стоять на этом пьедестале. Важен процесс определения и проявления всех. Вот как вытащить всю агентуру? Как сделать так, чтобы, например, те республиканцы, которые предают сегодня Трампа, и в конце концов, если Трамп победит, они все будут наказаны. А как иначе? Навести порядок в системе управления Соединенных Штатов Америки. А эти выборы, их основная стратегическая цель – это переформатирование системы управления и структурно, и кадрово. И вот помилование Флина и его пресс-конференция, о которой, кстати, в средствах массовой информации практически ничего не говорится, это такие легенькие маячки для всех, кто еще не понял, что речь вообще идет не об избрании президента Соединенных Штатов Америки, а речь идет о переформатировании системы управления и в Соединенных Штатах Америки, и по всему остальному миру, потому что вся система управления миром строилась в привязке к Соединенным Штатам Америки. То есть, в данном случае я никаких прогнозов, гаданий говорить не буду, важен процесс, важно запастись попкорном и внимательно наблюдать, как идет эта кампания. Напомню, что юридические основания для подставления избранного президента Соединенных Штатов Америки могут наступить только 14 декабря. Все остальные разговоры о том, что кого-то уже назначили, кого-то уже поздравили, это все разговоры в пользу приезжих. Это попытка накачать медийное поле при помощи подконтрольных СМИ. Только и всего. Сегодня был на ток-шоу «Время покажет» на первом телеканале, и здесь мы обсуждали Украину, Нагорный Карабах. Программа «Время покажет» мы сейчас в предыдущем блоке, когда обсуждали вот это. И вот в этом блоке, в котором я участвовал, говорили об Украине. Говорили о том, что главнокомандующий вооруженными силами «Хамчак» это кадровый офицер, который учился еще в Советском Союзе, но здесь он в форме офицера НАТО сделал очень интересное заявление, которое достаточно сильно удивило Артема. Спросили, ну там типа, когда мы уже военным путем решим проблему, потому что ура, ура же, пора. Удивил Руслан Хамчак меня, по крайней мере. Послушайте. Во-первых, украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит. Во-вторых, серьезные жертвы среди военных. В-третьих, Россия возьмет количеством. Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить, внезапно нанести удары и удержать эту территорию. Но для этого нужно, чтобы сложились условия. Итак, я когда слушал эти слова Руслана Хамчака, сразу... Ну и дальше пошло обсуждение. И по факту антитеза сложилась между командующим Хамчаком и националистами, которые стали делать заявления против этого офицера в форме НАТО, которые командуют украинскими вооруженными силами. Давайте посмотрим, как тут шло обсуждение. Сейчас прямо их цитаты приведут. Есть главнокомандующие вооруженных сил. И я уверен, вооруженных сил Украины до сих пор есть в большом количестве очень вменяемые офицеры. Но вопрос в целом в этой стране, каков характер того давления, которое оказывается и на политическое, и на военное руководство. Просто несколько примеров вам. Пожалуйста. Украина, оказывается, не будет силой отвоевывать захваченные Россией территории Донбасса. Очевидно, наша власть так сильно испугалась успешного прецедента Азербайджана с возвратом территории Нагорного Карабаха, что всеми силами пытаются внушить обществу мысль о том, что побеждать это плохо. Часть украинской территории захвачена, оккупирована Российской Федерацией. Что ж, у меня тут возникает первый и очень простой вопрос. А что ты делал вообще? Обязанности ХМЧК искать и находить военные варианты решения проблемы. Больше того, они существуют. Если он и не знает, и не видит, то можно, например, пообщаться с руководством полка АЗОВ, которые, я уверен, абсолютно любезно поделятся своим успешным опытом освобождения целых городов на востоке страны. Это утверждение означает, что на оккупированной части нет патриотов Украины. Когда командующий говорит, что конфликт можно решить только мирным путем, он профнепригоден. Задача военных – защита и война. Вот о чем разговор. Ну, военная защита и война, то есть нижний шестой приоритет, мы пойдем всех обломаем об колено, это создание напряжения. И дальше пошла интересная дискуссия, которая, ну, в общем-то, была относительно того спора между главнокомандующим и, условно, Белецким. И в этом месте я сказал вещь, как мне кажется, совершенно неожиданную. Я думаю, что надо посмотреть на этих и на тех системно. А главнокомандующий, вообще-то, будучи когда-то советским офицером, сейчас одет в форму офицера НАТО. И мне кажется, его заявление, находясь системно, внутри структуры офицеров НАТО, которые эту войну испровоцировали, он пытается вывернуться. И Зеленский, как главнокомандующий, встречается, например, с начальником... Но есть ваша версия, что Хамчак этим интервью разговаривает с НАТО? Да, он этим интервью разговаривает с НАТО. А кто такие нацики? Нацики – это идеологическая, оконечная часть всего инструмента НАТО, Ватикана, Польши, Германии, для того, чтобы управлять и давить. Вот это давление – это и есть тот инструмент, который Запад использует на территории Украины, для того, чтобы бывшие советские офицеры, одетые в форму НАТО, шли вдоль коридора, построенного в 2014 году. И не дай Бог, не вычисли, спросите, есть ли в Украине силы, которые хотят воевать? Конечно. Но я хотел показать этот пример, но самое важное, чего я хотел показать, это то, что я с Петром Толстым по факту поспорил, потому что когда разговор зашел о войне на Донбассе, а все же понимают, что я автор фильма «Донбасс прозрение», и у меня совсем другой взгляд на эту войну. То Петр высказал следующую мысль. Петр Олегович, что Россия в Донбассе слушает? Мне кажется, две простые вещи мы все должны понимать. Во-первых, республики Донбасса после того, что произошло, никогда не вернутся в состав нынешней Украины. Это первое. Я с этим категорически не согласен, потому что это международно признанная территория учредителя ООН. Напомню, Украина – соучредитель ООН, и на момент учреждения ООН она была без Крыма, но с Донбассом. На основании каких правовых документов Петр Толстой утверждает, что больше никогда не вернется, особенно если учесть, что эти территории республики управляются офицерами службы безопасности Украины. Вот для меня это непонятно. Сколько бы про это ни говорили все эти маргинальные нацики или там респектабельные собравшиеся вокруг Зеленского КВС-щики, это безнадежная перспектива. Об этом нынешним властям Украины надо просто забыть. Напомню, что высшее руководство Российской Федерации в лице ее президента и министра иностранных дел неоднократно заявляли, что никогда не признают Луганскую Донецкую Республику, которые в минских переговорах обозначаются термином ОРБЛО. Отдельные районы Донецкой и Луганской области. Мы против сепаратизма. Я имею в виду мы, ассоциируя себя с высшим руководством России. Это первое. Второе. Как только возникнет военная угроза Республикам Донбасса, безусловно, как и предупреждал президент Путин, будет дан достаточно жесткий ответ. Этот жесткий ответ, к сожалению, не оставит никаких шансов на существование вот этого фейкового государства, которое сейчас существует на Украине. Возможно, поэтому Хамчак так и осторожен. Я тоже с этим не согласен, но я сейчас во время шоу об этом скажу. То есть фактически националисты берут, заявляют, что Россия участник сторона конфликта, а в студии Первого канала говорится, что мы еще не полностью участник, но мы сразу станем участником конфликта. Но с той стороны эта деталь может вообще не различаться. Для них Россия агрессор, которая силой оружия отобрала регионы Юго-Востока. И здесь в студии этому как бы вторят. На самом деле это же не правда. Черт это понимает. На месте любого здравомыслящего украинца, значит, не надо задираться. Если есть возможность, чтобы время залечило раны, дай бог. Но если кто-нибудь посигнет на жизни людей, живущих в Донецке и в Луганске, не будет никакой Украины. И цена этому, цена этому, вот я хочу подчеркнуть, очень много говорят по поводу того, что как же так, 21 век и так далее. Значит, цена этому будет достаточно высокой. Но Россия не та страна, которая постоит за ценой, когда речь идет о свободе и нормальной жизни русских людей, в том числе, которых на Украине проживает 20 миллионов. А если будет провокация каких-то третьих сил? Если будет провокация третьих сил, то тогда сделаем. Ну, сейчас я вступлюсь и сразу все уйдет на реках. Коллеги, мне кажется, нам не надо уподобляться украинским националистам. Вообще конфликт на Донбассе возник в результате стравливания украинских националистов и русских националистов. И эта война идет семь лет. На самом деле русские люди живут весь здесь и не только на Донбассе. Давайте после рекламы продолжим. Программа «Время покажет». Вы перед рекламой сказали интересную вещь, что на самом деле конфликт на Донбассе, это на самом деле конфликт, ну и внутренний конфликт внутри Украины, это конфликт между украинскими националистами и русскими националистами. В этом смысле действительно это интересный взгляд на этот конфликт, поскольку в том самом интервью главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчука есть тоже интерес Хомчука, есть интересный очень пассаж, который в общем в некотором смысле подтверждает эту точку зрения, поскольку главный вопрос, главный вопрос, это собственно люди, которые живут в этом конфликте. Они сами себя к какому миру причисляют? Пожалуйста. Руслан Хомчак заявил, что нужно учитывать позицию местного населения. В этой связи он вспомнил март 2014 года, когда войска под его командованием получили приказ выдвинуться к государственной границе. Местные жители всячески препятствовали перемещениям солдат, а мыра одного из городков прямо заявила, что они ждут здесь совсем другую армию. Да и сейчас все перемещения наших войск моментально сливаются на той стороне, поэтому даже если в результате внезапного удара мы сможем отодвинуть линию разграничения на 3-5 километров к востоку, то какие стратегические задачи мы при этом решим? По сути дела, Руслан Хомчак фиксирует следующую ситуацию, что даже нынешняя линия разграничения на Донбассе, это не линия разграничения между условным русским миром и тем миром, который хочет стать антирусским, но говорит при этом про какую-то такую Европу и так далее и тому подобное. То есть это война про это, но тогда возникает вопрос, какой из нее действительно есть выход. А выход исключительно не военный. А выход исключительно должен базироваться на том, что несмотря на всю риторику, социальные сети, все заявления, более 80% населения всей Украины, включая Почаевскую лавру, включая Львов, это русофильские люди. Просто после того, когда сожгли людей в Одессе, все сидят и помалкивают две дырочки. И нам с вами нужно организовать информационную работу с нашими людьми русскими, которые живут не только на Донбассе. А это не война, это информационная работа с населением. Это фильмы, это сериалы. Я помню, 4 июня прошлого года Ренат Давлетяров сделал первый фильм о Донбассе. И тогдашний министр культуры сказал, это больная тема, мы не выделяли деньги на эту тему. Вот она причина бесконечной войны. Если мы не будем общаться с простыми людьми, которые 7 лет не слышат нашего голоса, эта война еще на 7 лет. Александр Николаевич, а причина вашей улыбки? Дополнить тут, конечно, можно, но в целом я, в принципе, все сказал. Я считаю, что разжигание войны с обеих сторон, украинские националисты с той стороны, а русские националисты на Донбассе и в студии Первого канала, это закладывание того самого сценария, при котором война будет длиться десятилетиями, вырастет поколение, которое будет ненавидеть русских, просто при одном упоминании. Нам это надо? Я считаю, нет. А как думаете вы? Да, и тут со мной начала панировать красивая молодая девушка, я ее не знаю, Кира Львовна ее зовут. Готова согласиться с тем, что действительно Донбасс это арена глобального геополитического противостояния между Западом и Русским миром, скажем так, не Россией, а Русским миром, все-таки важное уточнение. Но вот категорически не согласна с заявлением, которое прозвучало от коллеги, хотя идейно я с вами соглашусь, но мне не нравится формулировка, потому что я человек очень чувствительный к терминам. фраза, что, собственно, у нас националисты русские против националистов украинских. Понимаете, это не так. Это так, я накажу на разговоре. Подвольте, я все-таки раз уж дали слово, попробуем воспользоваться. Проблема не в украинском национализме в случае с Донбассом. Проблема гораздо сложнее. То есть, она возразила поначалу о том, что я назвал русский национализм, а потом перевела стрелку на то, что речь идет не о украинском национализме, а о украинском нацизме. Проблема в украинском нацизме, я не побоюсь этого слова, потому что если мы с вами посмотрим на Белецкого, это не националист, друзья. Он широко известен в русских кругах, как белый вождь. И это формулировка, простите, уже такая рейхстайкная. То есть, это уже и пасики, это уже и полщик, и так далее, и так далее. То есть, это нацизм, вы понимаете? Это прощение на себя, на великих и на утроменшений. На самом деле, с точки зрения того, что мы сейчас обсуждаем, я думаю, что ребятам, которые сидят сейчас в окопах в ДНР и ЛНР, им по большому счету все равно. Нацист Белецкий, националист Белецкий, поле тоже все равно, в чью голову она будет влетать, нацист или националист. Важно, что будет он нацист или националист, они вот туда не пустят. В то же время, потом эти термины будем разбирать под микросхопом. И вторая часть про русский национализм, а в чем национализм заключается людей, которые... Это не зала вам вопрос, я сама просто комментирую, если позволите. Русского национализма в данном случае не существует, существует просто права людей говорить на том языке, на котором они думают. Заметьте, думать на украинском и говорить на украинском, это точно такое же право, как говорить на русском и думать на русском. Это не есть национализм. Вы хотели коротко возразить. Я хочу сказать, что известный украинский националист Виктор Владимирович Медведчук, об этом неоднократно заявлял наш президент, является духовным отцом русского мира на Донбассе. При этом хочу обратить внимание, что Игорь Валерьевич Ковомойский является духовным отцом и финансовым плечом украинских националистов. Аллигаторы на Украине создали игру по созданию русского мира на Донбассе для того, чтобы националистам, тому же Белецкому... Было с кем он, было против кого возбухать. Интересная версия, но тут как бы все-таки возникает вопрос вот этот... Я еще раз подчеркиваю, что фильм «Донбасс. Прозрение», когда свои и чужие, посвящен именно этой тематике. Именно оперативной игре службы безопасности Украины, которая по факту управлялась отчасти украинскими олигархами, которые создали прокси-войну, видимость войны на Донбассе, для того, чтобы сохранить юрисдикцию активов... Ну, в новой юрисдикции сохранить активы за регионалами. Это такая вот история, когда мы втягиваемся в эту историю и подыгрываем одним националистам, другим националистам. А на самом деле, для меня, это развод лохов. Вот сигнал с переброской вот этих всех стрельбы и так далее. Это же ведь сигнал... Я чего комментирую сегодняшний эфир? На самом деле, я хожу по эфирам, хожу по разным ток-шоу, и вот этот градус нагнетания напряжения, он на самом деле заметен. Он все время растет, растет, растет. Нагнетают с той стороны, и, в общем-то, здесь находятся люди, которые, в общем-то, начинают нагнетать с этой. Ни к чему хорошему это не приведет. Это замыливает саму проблему. Мы болтаем о чем угодно, только не о первопричине. И мне кажется, что это очень важно. Что вы думаете по этому поводу? Это были реальные итоги. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, давайте обсуждать политическую повестку вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok